Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! И сегодня, в субботу, за богослужением, читается Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи с 10 по 21. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Речи Господь своим учеником, глаголы я же аз, глаголю вам, а себе не глаголю, Отец же во мне пребывает, ой творит дела, веруйте мне, еко аз во Отце, и Отец во мне. Ащи ли жени, за та дела веру имите ми. Аминь, аминь, глаголю вам, веруя в мя дела, я же аз творю, и той сотворит, и больше си сотворит. Я по аз ко Отцу моему гряду, и еже ащи, что просите от Отца во имя мое, то сотворю, да прославится Отец в Сыне. И ащи, чесо просите во имя мое, аз сотворю, ащи любите ми, а заповеди моя соблюдите. И аз умолю Отца, и много утешителя даст вам, да будет с вами век. Дух истины, Его же мир не может приятий. Яко не видит Его, не же знает Его, вы же знаете Его, яко в вас пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиры, прийду к вам, еще мало, и мир к тому не видит меня. Вы же видите мя, яко аз живу, и вы живи будете. В той день, разумейте вы, яко аз во Отце моем, и вы во мне, и аз в вас. Имея заповеди моя и соблюдая их, то есть любяй мя, а любяй мя, возлюблен будет Отцем моим. И аз возлюблю Его, и явлюсь Ему сам. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам. Продолжая беседу с апостолами и утешая их, остающихся в чуждом и враждебном мире, Господь возвещает. «Верующий в Меня дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Таким образом, под этими словами Спаситель подразумевает, что ученики будут продолжать Его дело, и при этом Бог будет сопровождать их проповедь чудесами, даже большими, чем те, которые сотворил Христос. Ефимий Зигобен поясняет, это служит доказательством силы того, кто даровал такую силу, а не того, кто совершает чудеса. Кто именем Иисуса Христа творит еще больше чудеса, чем сотворил Иисус Христос, тот свидетельствует о силе самого Иисуса Христа. Конечно, чудеса апостолы будут совершать только тогда, когда будут обращаться с просьбой к Богу во имя Христова. «Если что попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Этими словами Христос выражает сознание своего теснейшего единства с Богом по существу. Блаженный Феофилакт замечает, что Христос не сказал, «О чем не попросите, Я умолю Отца и сделает, но Я сделаю, показывая собственную свою власть. Да прославится Отец в Сыне, ибо когда Сын явится имеющим великую силу, тогда бывает слава и тому, кто родил такого Сына. Смотри же, как вытекает слава Отцу. Именем Господа нашего Иисуса Христа совершались чудеса. По чудесам веровали проповеди апостолов. Наконец, переходя к Богопознанию, познавали Отца, и таким образом Он прославлялся в Сыне. При условии, что ученики, любя Господа, будут соблюдать Его заповеди, Христос обещает умолить Отца дать ученикам Утешителя, который пребудет с ними вовеки, Духа Истины, благодаря Которому они будут иметь постоянное общение со Христом. Утешитель, по-гречески параклитос. Первоначально это слово обозначало человека, призванного на помощь, защитника, но не в смысле обыкновенного адвоката, а в смысле друга, который идет упрашивать судью за своего друга, обвиненного в каком-либо преступлении. Но затем, особенно у евреев, которым это слово перешло из греческого языка в форме параклет, оно стало обозначать Утешителя, Советника, указывающего человеку, находящемуся в затрудительном положении, как ему лучше выйти из этого положения. Александр Павлович Лопухин пишет, «Досели таким советником и другом учеников был сам Христос, хотя он в Евангелии и не называется Утешителем. Но теперь на место удаляющегося от апостолов Христа к ним придет другой Утешитель или Советник, Друг». Условием же этого богообщения, как уже и говорил Господь, является любовь к Нему и соблюдение Его заповедей. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам». Святитель Игнатий Бринчанинов отмечает, «Из этих слов Господа видно, что надо так изучить евангельские заповеди, чтобы они сделались достоянием, имуществом ума. Тогда только возможно точное, постоянное исполнение их, такое исполнение, какого требует Господь. Является Господь исполнителю евангельских заповедей духовно и видит Господа исполнитель заповедей духовным оком, умом, видит Господа в себе, в своих помыслах и ощущениях, осененных Святым Духом». Нам же, дорогие братья и сестры, следует помнить, что знаком нашей любви к Господу служит соблюдение Его заповедей, то есть их осуществление, исполнение на деле. Именно соблюдением заповедей, оставленных нам в Святом Евангелии, проявляется наша любовь ко Христу, готовность принять Царство Небесное и войти в Него. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя Господа, благослови, Душа моя Господа, благослови, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok